В этом году, спустя 10 лет, Путин приезжает, будет выступать на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. И в преддверии его выступления мы проводим акцию протеста. Все, кто против Пустина, пришел сюда. Это же как относиться к ООН. Организация, в принципе, очень мало что может сделать. Они раз в год съезжаются, и, в общем-то, это платформа для многих, чтобы выступать. И Каддафи шатры ставил, и Ахмениджат там. Ну, к чему было. Поэтому Путин один из этого ряда диктаторов, которые приезжают выступать, пока ему еще можно. Как правильно сказал Лея Понабарев, надеемся, что это его последний приезд сюда. Для меня в этой акции есть два самых больших смысла. Во-первых, эта акция, насколько я знаю, первая, которая официально проходит как коалиционная между всеми диаспорами бывшего Советского Союза. И стран, которые в нее не входили здесь, есть и поляки, есть израильтяне и многие другие. И всех это касается, и все вместе. И это очень важно, что мы вместе, что мы показываем, что это не зависит от того, кто, где, как, исторические обиды, потому что у нас есть общие ценности. Второе, это необходимо показать уже американским политикам, что компромиссов не должно быть. И нельзя торговать вопросами войны и мира в Украине в обмен на любые геополитические конструкции, соображения, экономические и прочие интересы, которые есть, например, на Ближнем Востоке. «Ватан, милет, храм! Ватан, милет, храм! Ватан, милет, храм! Ватан, милет, храм!» Знаете, как к Папе Римскому приходят искать защиту у него. Вот мы приходим сюда, в Организацию Обменных Наций. Мы пришли сюда вместе с представителями нашей общины, чтобы выразить поддержку президенту Украины и Мустафе Джемилеву, всей этой команде, за то, что они самоотверженно борются за восстановление церепиальной целостности Украины. Рано или поздно все это будет восстановлено, и татары крымские наконец обретут покой и спокойную нормальную жизнь у себя на родине. 20 лет мучений и страданий только начали немножко в себя приходить, и опять новые испытания, на новое поколение вошло новое испытание. Мне 85 лет. Я был в репрессии. Я участвовал в сталинской депортации. Я пришла протестовать против того, что я хочу свободного Крыма, я хочу свободы для своего народа. Украина! Украина! А Беларусь? Ширина! Мы тут делим рогом выказать нашу солидарность, нашу поддержку наших братов украинцам, потому что всем я думаю, что Беларусь может быть наступной охмярой российской агрессии. Крайний протест против Путина, поддержка Украины всеми возможными силами, был аббандитский захват территории, провокации, создание этой гангрены в Украине, больше не было никаких идей. Я верю в Украину. Я знаю, Украина отстоит свою свободу. Но Путин и Нью-Йорк! Но Путин и Нью-Йорк! Я в стране уже почти 24 года, эмигрант из Москвы, и мне стыдно, что я там жил, и что меня ассоциируют с Россией сейчас, с американцами, когда они спрашивают, откуда ты, я говорю, из России, я хочу как-то протестовать и показать, что выкатся из России, я еврей, и евреи тоже протестуют против агрессии, против бандитизма, которые... Фактически Путин это международный бандит и преступник. Ну, к сожалению, и руководство Запада проявляет слабость, и то, что они все время вечные, бесконечные переговоры ведут. Здесь будет рев во время его речи.